В спортивном комплексе «Юность» сильнейшие аэробисты России спорят за национальный кубок по спортивной аэробике. На паркете свои программы исполняют атлеты из 11 регионов страны. И первыми приглашаются непростые спортсмены, все отборные. В погоню за медалями турнира вступает второй состав национальной сборной. Сохранить темп, сделать все максимально синхронно, технически правильно, а еще тянуть носок и улыбаться. Всегда быть мистер и миссис артистичность. На самом деле очень сложный вид спорта. Он совмещает много видов спорта и гимнастику, и акробатику, и спортивную, художественную. То есть элементы у нас из разных абсолютно видов спорта очень сложные. И с каждым годом осложняют правила очень сильно. Но мы стараемся, тренируемся, добиваемся успехов. Оценивается также артистизм, как себя ведет на участке спортсмен исполнение. Исполнение элементов, базовых шагов, пирамид и так далее. И сложность, которую выполняет спортсмен. То есть все элементы складываются, делятся на определенные коэффициенты. И вводится общая сумма баллов, ну так же с учетом сбавок различных. Вот таким образом получается оценка. На что только не обращают внимание строгие арбитры. От их зоркого глаза не ускользнет ни одна деталь. И если восторженный зритель готов простить любимому спортсмену или группе аэробистов все что угодно, то вот с судьями все намного строже. Счет ведут на сотые доли. Мы заканчиваем сезон, поэтому нельзя сказать, что все сейчас спортсмены на пике своей формы. Потому что следующие соревнования будут только весной следующего года. Отборочные соревнования крупнейшим стартом. Ну здесь мы смотрим тех спортсменов, которые в этом году уже завоевали золотые медали чемпионата мира, который проходил в Канкуне. И призеров чемпионата мира. Ну для публики, для судей, для тренеров, для молодых спортсменов. Всегда посмотреть на чемпионов очень приятно и полезно. Кубок России завершающие состязания. Ими аэробисты заканчивают сезон. Но это только на словах. На самом же деле все ребята продолжают тренировочный цикл. Новый соревновательный год у них стартует в начале 2015-го. Есть некоторые изменения, конечно, по правилам соревнований. Но я считаю, это правило, наоборот, меняется в лучшую сторону в том плане, что они становятся более гимнастичными. И приближаемся мы все-таки к спортивам. Ко всей гимнастике. У нас же аэробная гимнастика, поэтому одна семья. Итог турнира таков. В индивидуальных выступлениях у мужчин выиграл Алексей Германов из Чувашской республики. У Амича третье место. Бронзу завоевал Игорь Трушков. У женщин первое место присудили Полине Амосенко из Санкт-Петербурга. Амичи вновь третий. Оксана Трухачева сумела затесаться в тройку лидеров. В смежных парах первое место у аэробистов из Москвы. А вот второе и третье у Амичей. Но и в групповых упражнениях все ступени педестала заняли омские спортсмены. По программе «Танцевальная гимнастика» лучший номер показала также омская четверка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова